Привет, меня зовут Светлана, и сейчас мы с вами посмотрим судьбоносные перемены. Итак, что у нас здесь? А здесь король мечей. Знакомство с нужным человеком. Для кого-то это любовь, для кого-то это нужный человек. Это мужчина в форменной одежде. Это может быть юрист, экономист, медик, хирург. Человек может быть другой национальности, других взглядов на жизнь. Человек очень резкий, самостоятельный, очень развитый. У него ментальный план очень высокий. Требовательный человек, может быть очень грамотный, начитанный, либо с несколькими дипломами. Но человек интеллектуально очень-очень развитый, войдет в вашу жизнь. Семерка. Вы знаете, я думаю, что для вас это будет тяжелое, какое-то испытание, знакомство с этим человеком. Но это все по судьбе. И тут, как жернова, у нас тоже колесо фортуны. Вы знаете, вам нужно будет принять вот это вот знакомство с человеком, потому что и может быть даже вытерпеть его какие-то не очень лестные высказывания в сторону вас. Потом я могу вам сказать, что вам гарантирован большой какой-то праздник. Это, знаете, как отдушина какая-то, когда вы сдаете экзамены. Кстати, вот это тоже похоже еще на экзамены, когда вы стоите перед учителем и отвечаете на какие-то вопросы каверзные. Может, это переквалификация какая-то. Но вы что-то как отвечаете на какие-то вопросы, переживаете. Но это все по судьбе. И это надо сделать. Пройти вот этот вот жизненный какой-то урок. Туз мечей. Это триумф, победа. Это исполнение желаний. То есть все жизненные экзамены вы сдаете на отлично. Вы переходите на новый уровень, да, может быть, диплом получаете или поощрение. Четверка у нас мечей. Это, знаете, стагнация и успокоение. Вот вы сдали, например, какие-то экзамены и решили отдохнуть. Знаете, выдохнули. Ох, слава богу, да, все закончилось. Теперь можно отдохнуть. Вот такой расклад на сегодня получился. Пальчик вверху. Слово благодарю. Пока-пока.